Рак молочной железы Среди злокачественных новообразований у женского населения И составляет 21% по данным на 2019 год Рак кожи и рак шейки матки занимают второе и третье место соответственно Также отличается увеличение заболеваемости рака молочной железы с 2014 год по 2021 год Как у возрастных пациентов в диапазоне 55-65 лет, так и у пациенток молодого возраста до 40 лет В настоящее время, несмотря на увеличение заболеваемости, благодаря совершенствованию методов скрининга и диагностики Увеличится процент больных с заболеванием, выявленных на ранних стадиях Подобная тенденция в настоящее время способствует внедрению методов реконструктивной и пластической хирургии в онкомомологическую практику Общая заболеваемость рака молочной железы среди женского населения в 2019 году составила 73 918 человек В 2014 году этот показатель составил 65 088 человек среди женского населения Комбинированный комплекс на лечение рака молочной железы составляется в рамках консилиума с участием врача-хирурга, врача-онколога и врача-радиотерапевта Хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия и в некоторых случаях гормонотерапия остаются важными компонентами в лечении рака молочной железы На слайде представлен алгоритм лечения рака молочной железы различных стадий по рекомендациям НССН 2021 года Хирургическое лечение является одним из основных методов лечения рака молочной железы Направлено на достижение блока регионального контроля и предотвращение дальнейшего распространения заболевания При невозможности выполнения органосохраняющей операции для обеспечения оптимального локального контроля над болезнью и достижения удовлетворительного косметического эффекта возможно выполнение мастектомии с первичной реконструкцией молочной железы Одномомент на или отсрочной реконструкции молочной железы или без нее При планировании лучевой терапии предпочтительно проведение двухэтапной реконструкции молочной железы На слайде представлена последовательность этапов реконструкции при проведении одевантной лучевой терапии После радикальной мастоктомии одномоментно проводится реконструктивно-пластическая операция с установкой тканевого расширителя Как первый этап реконструкции Далее проводится курс одевантной радиотерапии И на втором этапе проводится замена тканевого расширителя на постоянный имплант Тканевые расширители устанавливаются на первом этапе реконструктивно-пластических операций на молочном железе. Каневой расширитель представляет собой наполняемую жидкостью оболочку и силиконового эластомера с дистанционным портом для инъекции жидкости, который также выполнен из силиконового эластомера. На слайде представлены различные формы тканевых расширителей. Расширители выпускаются круглой, прямоугольной, эллиптической и серповидной формы. Как известно, основной целью радиотерапии является оказание максимального воздействия на поражённые в опухоли участок при минимальном воздействии на окружающие здоровые ткани. При этом радиотерапия после мастектомии является фактором, увеличивающим локорегионарный контроль и общую выживаемость. Следует подчеркнуть, что в середине XX века радиотерапия проводилась с использованием 2D-планирования, что не позволяло адекватно оценить распределение дозы и нагрузку на органы риска. А при вычислении их доз использовались и задозные карты. При этом для визуализации мишени применялись ортогональные рентгеновские снимки в двух проекциях – прямой и боковой. В рамках подготовки к лучевой терапии на первом этапе пациентам проводится 3D-катетопометрия с целью получения 3D-модели пациента, на основе которой в дальнейшем строится план лучевой терапии. Определяется ориентировочный уровень поля облучения на теле пациентки с использованием линейных лазерных лучей в трёх плоскостях, с нанесением на кожу пациента к меток рентгеноконтрастным маркером на перекрёсте лучей. Далее проводится обычная компьютерная томография. При катетопометрии могут использоваться различные фиксирующие устройства. В данном случае на слайде представлен маммаборд. Также в некоторых случаях могут использоваться модификаторы дозного распределения. Ткани эквивалентные болюса толщиной 1 см. У некоторых пациенток, в частности у пациенток левосторонней локализации, проводится контроль дыхания на глубине вдоха с целью снижения нагрузки на органы риска сердечно-сосудистой системы. На слайде представлено схематическое изображение принципа создания комфортного поля с использованием многолепесткового коллиматора. Современные медицинские ускорители электронов оснащены многолепестковыми коллиматорами. Лепестки состоят из сплава, не пропускающего ионизирующего излучения. В процессе сеанса облучения лепестки выдвигаются в положение, заданное при создании плана лучевой терапии. Таким образом формируется статическое поле, придающее определенную форму выходящему через апертуру пучку фотонов, что позволяет подводить дозы в соответствии с геометрической формой уменьшения облучения. По готовому плану лучевой терапии проводится оценка дозового распределения 3D-модели пациента. Путем наглядного цветового картирования из-за дозных кривых возможно определение значения поглощенных доз в пределах объема облучения и объема критических структур. Важнейшая цель при планировании – обеспечение максимальной предписанной дозы в объеме облучения при минимальной дозе в окружающих тканях. Для достижения подобного соотношения используется многопольная методика с использованием комфортных полей обучения. На практике такая цель является трудным достижением в связи с неправильной геометрической формой обучаемой мишени и сложной топологией близкорасположенных критических структур. Также на слайде представлена гистограмма доза объема, по которым проводится оценка нагрузки на органы риска и нагрузки распределения в пределах объема ПТВ. Согласно рекомендации МССН, после операционной курсы дистанционной лучевой терапии при отсутствии в плане лечения андиуматной химиотерапии рекомендовано начинать в сроке до 12 недель от даты операции при условии полного заживления операционной раны. Лучевая терапия после мастектомии проводится в классическом режиме фракционирования в дозе 46-50 грей за 23-25 фракций. В объеме облучения входят мягкие ткани грудной стенки, маключичные и подключичные зоны региональных лимфоузлов, подмышечные лимфоузлы. При показании проводится облучение и псилатеральных, и простерональных лимфоузлов. На сегодняшний день использование гипофракционного режима радиотерапии остается одной из актуальных проблем в комплексе терапии злокачественных новообразований, в том числе и при раке молочной железы, особенно у пациенток после реконструктивных вмешательств. При этом гипофракционный режим облучения по сравнению с конвенциональным может уменьшить как затраты на лечение, так и сроки проведения самого курса радиотерапии. Следует подчеркнуть, что реальные опасения врачей при использовании режима гипофракционирования при облучении пациенток после радикальной мастектомии заключаются в риске возможного возникновения выраженных ранних лучевых реакций, в первую очередь со стороны органов риска, в особенности у пациенток с левосторонней локализацией опухолевого процесса и с облицком расположения сердца к передней грудной стенке. Следует также отметить, что ряд авторов показали равную эффективность гипофракционной радиотерапии по сравнению со стандартными режимами облучения. При этом выраженность лучевых реакций при использовании гипофракционного режима не превалировала над таковой при использовании стандартного режима. Общеизвестно, что противоопухолевая терапия при раке молочной железы часто сопряжена с дополнительной специфической нагрузкой, в частности на сердечную ткань, вызывая явление кардиотоксичности, что по существующим данным может являться одной из причин развития ишемической болезни сердца и хронической, в чрезвычной недостаточной, во срочном периоде. На слайде представлены толерантные дозы на сердце и перекат. Средние дозы на сердце и перекат не должны превышать 26 грей. Все данные по толерантным нагрузкам на органы риска представлены в анализе КВАНТЕК. Радиационно индуцированная болезнь сердца предполагает развитие ряда негативных эффектов, которые могут быть следствием применения именно ионизирующего излучения. К таким эффектам относятся радиационный перикардит, коронарная болезнь, инфаркт миокарда, заболевания клапанов сердца, нарушения сердечного ритма и прочие нарушения, проводящие системы сердца. Развитие радиационно индуцированной болезни может быть ускорено и другими факторами риска, приводящим к развитию кардиоваскулярных заболеваний. На слайде представлены результаты исследований авторов, демонстрирующие, что риск возникновения ашемической болезни сердца повышается на 7,4% на каждой грей полученной сердечной ткани. При этом данное наблюдение не зависело от наличия или отсутствия факторов риска. В то же время ими также не было обнаружено значимой связи между дозами на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии и риском возникновения ашемической болезни сердца. В нашем центре 2012-2021 год проведено комплексное лечение 219 больных раком молочной железы различных стадий. На хирургическом этапе выполнена радикальная мастектомия у 159 пациентов. Радикальная мастектомия со срочной реконструкцией и установкой ткневого расширителя на первом этапе у 62 пациентов. Проводилась одевантная радиотерапия в гипофракционном и классическом режиме фракционирования. При этом средний возраст пациенток заставил 53,6 лет. Целью исследования являлась физико-дозиметрическая оценка нагрузки на сердце и легкие пациенток с и без установленного ткневого экспандера. Хочется отметить, что нагрузка на сердце и легкие у пациенток с установленным ткневым экспандером достоверно ниже, чем у пациенток без антипротеза. Желтым цветом выделены уровни значимости, различия, правая и левая локализация у пациенток с и без ткневого экспандера. На диаграмму показана нагрузка на сердце у пациенток с правой и левой локализацией рака малочной железы и без установки ткневого экспандера. Из полученных данных видно, что нагрузка на сердце без установленного ткневого экспандера выше, чем установки с ткневым экспандером. В настоящее время в заключение хочется сказать в настоящее время проведение лучевой терапии у пациенток рака малочной железы с установленным ткневым экспандером является важным этапом полупостного лечения благодаря возможности современным высокотехнологическим линейным ускорителям. Применение гипофракционных режимов лучевой терапии возможно проводить у пациентов ракомолочной железы в процессе двухэтапной реконструкции пластической операции. В группе пациентов с установленным тканевым экспандером отмечаются значимо низкие уровни лучевой нагрузки на сердце и лёгочную ткань по сравнению с группой больных без установки тканевых экспандером. Спасибо за внимание.